Как вы знаете, совхозу уже сто лет, и вот последние 25 лет совхоза — это жизнь, в общем-то, в ситуации, когда государство ушло из регулирования сельхозбизнеса. В 1993 году был принят указ президента Ельцина о реорганизации совхозов и колхозов. И тогда все совхозы и колхозы практически стали частными, хотя мы не очень сильно этого хотели, но им отдали землю, по различным путям получили землю, некоторые по яме, некоторые, как мы, внесли ее в уставный капитал совхоза, поскольку у нас был особый порядок приватизации, это было определено постановлением правительства Российской Федерации. Так вот, за эти 25 лет мы пережили пять рейдерских атак, и вот сейчас идет шестая. Эта шестая атака самая сложная, потому что на стороне рейдеров оказались разные государственные органы, причем довольно очень серьезно. И раньше все рейдеры были поддержаны в той или иной мере коррумпированными чиновниками, правоохранителями, но сейчас это особенно хорошо видно, потому что мы начали проигрывать суды, которые раньше стояли больше на нашей стороне, потому что мы делаем все законно. И уже больше года нас, как это принято не говорить, дербанят по любому поводу, причем мы не находим поддержки в государственных органах. Причем это настолько цинично делается, что судья, Виновского городского суда, один взял и арестовал все земельные участки совхоза, другой запретил проведение общего собрания, голосование акциями, причем всеми, даже не теми, которые арестованы, а вообще всеми акциями, всем акционерам. Одновременно с этим началась попытка давления через правоохранительные органы, судебные приставы, полиция, причем различные отделы по экономическим поступлениям и одновременно дознаватели следственного управления относятся за нашими акционерами, за руководителями совхоза, со всякими там, в общем, совершенно надуманными предложениями. И мы видим, что это все единая такая система, которая направлена на захват предприятия. Что они планируют сделать? Получить контроль над большинством акций, то есть получить контроль над пакет акций. Причем это делается абсолютно цинично, они говорят, что мы возбудим уголовные дела на акционеров, на руководителей совхоза. После этого, как сказал главный рейдер, что мы сделаем так, что все акционеры сами придут и отдадут свои акции. После этого, как правило, предприятия проходят либо процедуру банкротства, либо возбуждаются дальше уголовные дела, меняется директор. А дальше это уже технический вопрос, который происходил, и это произошло со всеми предприятиями вокруг нас и многими российскими предприятиями, именно такими связиственными. Происходит перевод земли сельхоз в не сельхоз, мы потеряем, скорее всего, пастбище, угодье для производства кормов после этого, или там земличные севообороты. После этого сворачивается основная деятельность, ферма закрывается. Поскольку им нужны земли, не для того, чтобы производить сельхозпродукцию, а для того, чтобы ее застроить. И постепенно, обычно это занимает от года до пяти, происходит деградация сельского труда, захват земель. После этого коллектив, в связи с тем, что не нужны ни животноводы, ни овощеводы, ни производители земляники, распадается и увольняет людей. Ну и после, через пять лет, вы видите большие застройки на территории, и, к сожалению, не видите уже сельхозпроизводства. Поэтому мы сейчас бьемся практически за то, чтобы остаться сельхозпредприятием, чтобы наши люди, которые получают достойную зарплату, наш коллектив, который привык работать на земле и воспринимает землю не как товар, а как средство производства, сохранился. Ну и, в общем, спасибо тем, кто нам помогает. Очень много и поселки совхоза, и среди наших партнеров, да и просто простых граждан неравнодушных. Очень много людей, которые хотят защитить совхоз. Поэтому большое спасибо всем за поддержку.